Готово? Поехали? Поехали. Так, друзья, у нас в стране наступило лето. Правда, по московскому лету не скажешь, но тем не менее. Мы сегодня хотели поговорить о том, что мы будем делать летом. А летом мы будем делать всякие интересные вещи. Кстати, летом мы почувствовали буквально сразу. В парке Горького можно уже увидеть, как используется шоколад летом. Но об этом чуть попозже. Давайте мы с вами начнем с воспоминаний о мороженом. Хорошее, качественное мороженое, домашнее в приготовлении. Но мы будем использовать профессиональный агрегат, о нем чуть попозже. А сейчас мы с вами сделаем для начала смесь для мороженого. Итак, для того, чтобы сделать смесь для мороженого, нам нужны будут 4 компонента. База для хорошего, качественного мороженого. Это у нас молоко, сливки, сахар и куда-то делись желтки. И желтки. Записывайте рецепт. Итак, смесь для мороженого. 300 грамм молока. Жирность не так важна. Жирность мы с вами догоним. 315. Жирность догоним с помощью сливок. До 600 грамм доводим сливками. Сливки жирные берем. Кондитерские. Вот, отлично. Как в аптеке. И ставим все это дело на плиту. Смотрите, в чем идея. Нам нужно довести его до кипения, но не кипятить. Все, всю эту смесь мы с вами начинаем пригревать. А тем временем, отделили 4 желтка. Добавляем 100 грамм сахарного пуска. Кто любит мороженое менее сладкое, просто добавляйте меньше сахара. Классический рецепт итальянского джелата. Предполагает 100 грамм сахара в смеси. Берем венчик. Вбиваем. Взбиваем желтки с сахаром. Ну, как обычно, до белого состояния. Вот таким вот образом. Все, булки побелели. Сахар начал растворяться. Пока оставляем. Берем деревянную ложку. Удобно мешать деревянной ложкой. Молоком. И смотрите, нужно довести до состояния когда пойдет пар активно. Температура близкая к кипению. Если будет слишком горячее молоко, то когда будем заваривать желтки, они у нас, не дай бог, свернутся. Поэтому догреваем. Давайте побольше сделаем температуру. Доведем, потом снизу. Вряд ли будет видно на фото, о чем идет речь. Но, как только молоко начнет испаряться, вы это сразу увидите. Удобная штука. Чем отличие? В чем отличие между мороженым магазинским и мороженым домашним? Домашнее мороженое стабилизирует с помощью желтка. Желток у нас источник, как мы знаем, лецитина. Плюс ко всему, заваренный желток дает густоту. Мы фактически сейчас варим то, что называется английский соус в леске по рецептуре продукта. Это заварной крем такой получается, где в качестве эмульгатора и загустевателя используется способность желтка становиться пустым при нагревании. Но самое забавное, если перегреть, если вскипятить, все стремится. Придется выбрасывать. Если желток вдруг отделился с большим количеством белка, такое вдруг бывает, то смесь потом надо просто процедить. Белковые хлопья отсеются с вами собой. Вот, смотрите, пар пошел. Вот видно или нет пар, как-нибудь попытайтесь представить себе. Пар, ну, в принципе, видно, да? Нет? Не видно? Ну, вот так не видно. А вот так вот видно, когда сверху смотришь, прям пар-пар. В общем, есть пар, придется вам поверить глазного. Если не верите так, все испарение прошло, это градусов где-то 80 наверняка. У нас уже есть. Напомню, что измерять температуру кто-то не верит. Лучше контактным термометром. Почему? Придерживаю миску одной рукой. Да-да. Все. Продолжаем взбалтывать белки. Желток потихоньку добавляем молоко. Ох ты у нас коспыля такая. Смотрим. Вот таким вот образом. Понемногу добавляем молоко. Добавляю не струйкой, потому что кастрюля тяжелая, сотейник, и немножко подлизывает с той стороны. Не совсем удобно. Вот. Все вот так вот раз. Выливаем. И следует размешиваем. Вытираем кастрюлю. Возвращаем ее на огонь. Так, включить надо. Литка умная. Слишком уже выключилась. Так, ставим градусов сто двадцать. Еще немножко перемешиваем. И вливаем смесь обратно. Сейчас мы будем ее ввести к загустению. Стараемся перемешивать таким образом, чтобы не подгорела смесь. Так как у нас плитка индукционная, работает в импульсном режиме, то помешиваем все время, потому что иногда оно включается на полную мощность и наступает очень интересный такой момент резкого воскипания жидкости. Потому готово или нет можно определить будет таким образом. Когда у нас на ложке, ну вот ложки проще может быть даже будет мешать, сейчас покажем. На ложке на деревянной, на металлической будет оставаться сама смесь. Вот такие следы. Опять же напоминаю, нам не нужно, чтобы оно закипало, поэтому на самом-самом медленном огне постоянно помешивая, если закипит, авария будет. Все свернется. Смесь загустевает. То есть это не вода выпаривается, как многие думают, то это, конечно же, идет процесс несвертывания, загустевания желтка. То есть наша эмульсия. Так вот, чем отличается домашнее мороженое? Домашнее мороженое мы делаем на желтках, да? А промышленное мороженое, как правило, в качестве загустителя использует растительные жиры. Например, пальмовое масло. Кстати, замечательное мороженое может получиться чисто на какао-масле, если мы, например, делаем мороженое с шоколадом, то желтки могут нам, в принципе, не понадобиться. Что такое мороженое, по сути? Это некая молочная субстанция, стабилизированная в достаточной степени, которая при охлаждении постоянно помешивалась с целью набивания ее воздухом. То есть, по сути дела, мороженое готовит два этапа. В три. Первое, это приготовление смеси, да, вот такое вот, в которой присутствует некое вещество, которое при низких температурах, при отрицательных, будет держать форму пузырьков воздуха, которые находятся внутри смеси, которую мы взобьем. Итак, второй этап, это охлаждение, резкое достаточно охлаждение, есть такие приборы, фрезеры называются. Вот, резкое охлаждение с насыщением воздухом, то есть, кастрюля, борта которой очень сильно охлаждаются, и скребок, который в этой кастрюле постоянно вращается, скребывая со стеной кастрюли, заскребает нашу вот эту вот смесь, в которой присутствует вещество стабилизатора. Тем самым, мороженое увеличивается в объеме, в принципе, в два раза. То есть, условно говоря, если мы берем литр смеси, то мы можем получить полтора-два литра хорошего мороженого. Так вот, что происходит дальше? Дальше это мороженое необходимо закалить. То есть, если мы делаем мягкое мороженое, оно у нас, наверное, плывет благополучно и начинает таять почти сразу после приготовления. Поэтому, настоящее промышленное, ну и домашнее, в принципе, мороженое тоже, а для того, чтобы оно хорошо себя вело, необходимо закалить. Закалка мороженого происходит при резком понижении температуры, для этого используются шоковые заморозки, либо, соответственно, если будет обытовой холодильник, то на максимум ставим морозилку и туда кладем мороженое небольшими порциями. После того, как мороженое закалено, время закалки, конечно, выбирается технологически индивидуально. Так вот, после того, как мы с вами мороженое закалили, мороженое закалили мороженое, желтки, кстати, были мелковатые, поэтому можно было молока взять поменьше, но что сделали, то сделали. Закаленное мороженое помещают уже в обычную холодильную витрину с режимом, установленным до мороженого, потому что морозилка мороженое переморозит. Мороженое нельзя хранить при слишком низких температурах, оно перемораживается. Примороженое мороженое тоже не очень вкусное бывает, как и подтаявшее. Так вот, на самом деле, очень часто, если мы говорим о натуральном, промышленном мороженом, там тоже ничего криминального нет. Конечно, мороженое на свежих сливках это самое лучшее, самое лучшее, самое классное и вкусное, но, понимаете, сливки еще не гарантируют того, что в этом мороженом нет никаких жиров, кроме, молочного жира или сливочного жира. Как правило, как раз мороженое стабилизирует. Кстати говоря, очень неплохое мороженое получается на кокосовом масле. Не на пальмовом, а именно на кокосовом. Кокосовое масло продукт не дешевый, я бы даже сказал, дорогой, но у него есть одна важная особенность. Оно в обычном виде жидкое, а при небольшом понижении температуры становится твердым. То есть, вот такое вот тоже замечательное масло. Нам скоро привезут образцы. Буквально на следующую неделю должны прийти два флакона из Таиланда. И мы попробуем сделать с ним какие-нибудь замечательные вещи. Вот, смотрите, смесь, конечно, не стремится к загустению особо, но, в принципе, что вообще не стремится. Ну, давай еще погреем маленько. Я думаю, что на стене не свернемся. У нас, конечно, были, может быть, не самые свежие в мире яйца и мелкие желтки. У нас молока по рецептуре 300-300 на 4 желтка. В прошлый раз, кстати, на мастер-классе тоже делали мусс на подобных яйцах. Ну что, московские курицы, привет вам. Может, московским птицеводом. Московским птицеводом. Мы, конечно, можем сейчас добавить микрио. Кстати, кто-то задавал вопрос по поводу, каким образом микрио стабилизирует муссы. Вот так и стабилизирует. То есть, по сути, стабилизация с помощью масла какао, например, происходит таким же образом. Масло какао застывая, набитую пузырями смесь пузырьками воздуха мелкими удерживает в твёрдом состоянии. Пузырьки никуда не деваются, не лопаются. Стенки пузырьков состоят из эмульсий. И что такое воздушная смесь то мусс, то мороженое? Это как раз и есть эмульсия, которую набили воздухом. Ну вот загустевание всё-таки происходит. хотя и не длина. По идее, если мы не хотим ничего испортить, то слишком сильно повышать температуру конечно нельзя. Вот в таком режиме помешиваем. Вы знаете, да, много зависит от яиц, потому что иногда бывает по той же самой рецептуре смесь густеет буквально на глазах. Здесь у нас были какие-то непонятного цвета, не очень крупные желтки. Да. В Краснодарском крае такие курицы, такие яйца, я вам скажу. Там и двух желтков хватило бы, чтобы здесь уже был густой крем. Ну видно, что загустевает, то есть уже густое. Оно не должно быть густое, знаете, как сметана 20% нет, отнюдь. Ну не как вода, это точно. Ну не как вода. Ну у нас не как вода. Вот на ложке должен оставаться такой налет. Опустили ложку вот так вот, раз, подняли, и там должно настекать так достаточно. Не хватает, конечно, ну еще маленько поварим. Наберем с терпением. Что еще можно рассказать о мороженом? Так вот, классический рецепт мороженого мы с вами уже привели. По идее, сюда можно добавить несколько капель ванильной эссенции или использовать ванильный сахар и получить всем известный любимый пломбир. Это как раз и есть. Можно менять мороженое больше в сливочную часть, можно говорить о менее сливочном мороженом, то есть меняем пропорции сливок и молока. Вот здесь у нас получается такой мороженое ближе к ломбирую. Видите, пузыри пошли? Пузыри пошли, это значит, что ближе к кипению уже смесь. Кипятить не будем. Мороженое в дальнейшем любое другое, шоколадное, клубничное и так далее, делают из этого же самого, то есть из этой же самой смеси, просто ароматизирую ее. О, все, пошло. Вот пошло загустевание, не даем кипеть, постоянно снижаем температуру. Видно, да? Ну да, именно уже. Значит, стекает медленно. Ну да. Мы можем добавлять в это мороженое различное фриктовое пюре, в принципе, до 30%. К объему вот этой смеси можно добавлять ароматизирующих разных компонентов. А сегодня мы с вами используем новейшую технологию, которую изобрела компания Швейцарии. А на сегодня приборы данного типа для изготовления мороженого и различных других муссов порцелонных делают также итальянцы компания Немакс, партнерами которой мы являемся. Ну вот, да, смотрите, на стенках уже появляется такой вот явный след. Все. Будем считать, что готово. Выключаем плитку. берем венчик и идем. Что мы делаем? Смотрите, у нас есть вот такой прибор чудо техники враждебный и дружественный итальянский, который называется Freakseir. Что он из себя представляет? Многоразового использования стаканчик, вот такой глубины примерно на 2 порции мороженого. На половинке стаканчика изнутри существует метка максимального заполнения, потому что такой где-то объем мы наливаем и смесь увеличивается в объеме почти в 2 раза. Прокладка резиновая, силиконовая и вот такой нож. Нож это самое главное. Нож представляет из себя 4-х лопастной такой вот предмет. Значит, первое это фреза. Вот видите, да, у него близко не подводи, там фокуса не будет. У него вот такие элементы очень острые, заточенные. Когда он вращается, вращается он таким вот образом, да, он вращается в этом аппарате на скорости 2000 оборотов в минуту, это много, вот, и погружается медленно в стаканчик. А вторые две лопасти представляют из себя вот такие вертолетные лопасти, да, по форме напоминающие аэродинамические такие крылья самолетов или вертолетные лопасти. Они отвечают за то, что смесь, которая фрезеруется этим ножом, сбивается. Итак, нож постепенно погружается, снимая тончайшую стружку, доля миллиметра, стружка, которая взлетает и вот этими лопастями взбивается в мус. То есть, получается, а происходит это еще за счет того, что сквозь дырочки в накладке, да, у нас стаканчик вот так вот зажат, вот там нож, вот он так зажимается, туда поступает воздух. Воздух поступает под давлением достаточно существенным для того, чтобы создать избыточное давление для насыщения всей массы воздухом. Итак, нож находится на шнеке. Давайте я покажу вам, как это работает. Вот шнек, да, то есть стаканчик поднимается вот таким вот образом, вот так вот, раз, и, соответственно, ну, медленно все это происходит. Нож фрезерует поверхность очень сильно замороженного продукта там. Общая идея работы этого прибора в том, что то, что находится в стаканчике, должно быть очень глубокой заморозки. Настойка глубокой, чтобы это было как камень. Собственно, тогда и работает вот срезание стружки с поверхности и насыщение воздухом. Если мы замораживаем минус 20 градусов, например, там вообще каменная такая структура, после того, как прошло, механическая обработка проходит, температура поднимается где-то на 10, 12, 15 градусов. То есть, получается, температура смеси температуры готового мороженого где-то около минус 10-12 градусов. Правильно? Да, где-то так, 10, даже может быть 8. И потом мы его либо подаем, либо, соответственно, ну, закаливать здесь некогда, оно уже закаленное. То есть, это способ изготовления мороженого, где поменены местами два процесса. Сначала идет заморозка, а потом, соответственно, взбивание на высокой скорости. Так, берем несколько стаканчиков и делаем разное мороженое. Что мы сейчас с вами изобретем? Стаканчики все помечены разным. Почему? Потому что на этом приборе можно делать так же супы различные, соусы и так далее. По тому же самому принципу. Глубокая заморозка плюс интенсивное, соответственно, потом взбивание. Смотрите, у нас есть шоколад, вот он, да, есть карамель, которая тоже сегодня нам понадобится для всяких разных вещей. Карамель мы сами не варили, карамель мы взяли готовую. Вот она, колебаузовское ведро, 5 килограмм, отличная карамель. Так, у нас с вами есть свежая клубника. Размелось в холодильниках. Зачем? А мы сейчас со свежей клубникой сделаем тоже мороженое. Так, шоколад, карамель, свежая клубника, и что еще? Что-то еще хотел использовать для мороженого. Сейчас, а, сублимированный, а, орех, вот, и сублимированную чернику. Итого, раз, два, три, четыре, пять, пять стаканов. Смотрите, сейчас мы с вами приготовим пять сортов мороженого по одному стаканчику. Очень удобно. В ресторане, предположим, или в кафе, или в кофейне, мы с вами держим три-четыре стаканчика с разными сортовами мороженого. И у нас в морозилке забита, может быть, авторским мороженым огромным его количеством. Так, как налить, чтобы не пролить, как ты думаешь? Никак. Никак? То есть, все равно прольется, да? Уверена? Давай тряпку возьмем. У нас есть бумажка, полотенце. Немножко подлизывает за кастрюлька, и мы об этом, в принципе, знаем. Наливаем смело. О, видите, что творится? Но, в принципе, она не предназначена, конечно, для того, чтобы из нее наливать. Это, скорее всего, опция. Либо используем сприц, кстати говоря, о птичках. У нас же с вами есть замечательный силиконовый сприц, которым мы, в данном случае, не воспользовались. Итак, взяли немного шоколада, видите? Дайте-ка мне салфетку еще. Я на стол накапал. Так, берем немного карамели. Карамель, к счастью, можно вот так вот залить. карамельное мороженое одно из самых моих любимых. Еще очень вкусно получается банан. Банановое мороженое это просто божественно. Так, карамель, пара ягод, свежие клубники. Давайте мы их немножко раздавим. Зачем давить? Объясняю. Просто для того, чтобы лучше перемешалось потом. Лучше распределилась эта клубника внутри нашего мороженого. Она, конечно, и так там распределится, то есть на такой скорости однозначно все будет хорошо. Но предварительно лучше, конечно, ее раздавить. Хотя можно и цельную. Если у вас замороженная клубника, ни в коем случае ее не давите. используйте прямо цельную. Так, клубника, что дальше? Дальше у нас с вами ореховая паста итальянского происхождения. Кто пробовал, тот знает. Это просто чудо. До чего вкусно. Все. То есть чистые пролины. Чистые пролины. Фундучные. Так, и последнее сублимат. Сублимат, например, по сравнению с клубникой даст нам гораздо более интенсивный вкус. Мы с вами помним про сублиматы, что это отчищенный от воды чистый продукт. В данном случае мы имеем чернику. Вот так. Да? Окей? Окей. Все. Теперь смотрим. У нас с вами есть соус, который загустевает прямо на глазах. Так, а как мы его разливать будем? А вот давай-ка мы его шприцом разлием. Кто-то скажет, что это все ерунда и фокусы. Знаем мы. Ну, смотрите, или в данном случае, в данном конкретном. Давайте говорить о конкретике. Или мы все уделаемся, разливая из миски, которая подлизывает. Или мы возьмем шприц, натянем в него наш сироп и точненько отдозируем по... надо немножко поворачивать эту штучку, отдозируем по риску, по меточку. Так, заливаем. Пока он горячий, как раз у нас очень удобный способ. Хватит нам столько на 5? Чего-то, да. Должно хватить. Клубничный будет. Так, прямо клубничный, клубничный. Пожалуй, что еще даже на один стаканчик останется. Каждый стаканчик это одна порция. Причем порция примерно 2 средних размера шайка. Сколько грамм? Слушай, я не знаю, надо здесь, сейчас здесь. Тут же мы грамм точно получаем сразу. Сразу и точно. Так. Все, это у нас черничный, последний. Вот как-то так, да? Ну и остатки уже можно смело разлить, потому что гладиолус. Видите, ровно на 5 стаканчиков у нас с вами хватило. Раз. фантастика. Теперь смотрите, есть еще один забавный прибор. Многие из вас видели, называется это венчик для капучино. Крутящийся, такая ерунда. Зачем она тут нужна? Мы сейчас прямо в стаканчике перемешаем. Зачем? Зачем, зачем? Затем, чтобы на дне не оставалось. Нам все равно нужно немножко перемешать. Смесь, посмотрите, чтобы она была более равномерной. Мы можем сделать это маленьким венчиком. Это правда. Это я тебе точно отвечаю, что вот так и надо делать. Да-да-да. Я когда-то не перемешал, положим, когда-то перемешал. Так вот, в перемешанном случае смесь получилась более равномерной. Единственное, что, конечно, нужно банку с водой, чтобы перемешивать, чтобы не смешивались вкусы. Если вкус очень тонкий, особенно если ванильное мороженое размешать, например, после орехового, то, конечно, орех попадет. Ну, клубнику ее тут сколько ни перемешивай, так, немножко достанем ее. Вот. И последний. Это у нас карамельный. Просто если карамель останется на дне, ее ножом не поднимет. Это точно. Она вязкая. За счет вязкости карамели, за счет большого количества глюкозы или патоки, что у нас там в карамель входит. Вот. Получился вот такой набор из нескольких вкусов. Теперь, смотрите, мы берем пять крышек, закрываем эти пять наборов мороженого таким вот образом. вот и отправляем их в еще один замечательный прибор, который называется фризер. Тоже компания немокс. Купания немокс надо нам уже платить денег за рекламу. Что это такое? Вопрос мы задаем себе все время. Это вот такой агрегат чудесатый. Значит, в чем его чудесность? Огромный вентилятор, большой холодильный агрегат, не меньше, чем у стандартной морозилки, но при этом очень маленький объем. Ему можно выставить и минус 40 градусов, и минус 50, и он будет упорно морозить. Все, что мы с него попросим, будет делать. Выставляем вот так. Естественно, что есть там специальные полочки вставляемые. А эту штуковину кладем, этот датчик, который измеряет температуру. Его кладем таким образом, зажимаем вот так вот между двумя. Вот так вот кладем. Как-нибудь давай вот так поставим. Вот так. Неудобно. С какой целью? Ну, не знаю, просто так. Да положи. Да положи, понимаешь, он же будет температуру воздуха мерить, а в размере, в смысле, в объеме этих баночек температура воздуха будет выше. Хотя, конечно, нам пофигу. Мы в данном случае сейчас выставим температуру, включаем. Выставляем температуру минус 30. Минус 30 температура камеры. Мы хотим, чтобы он морозил у нас очень долго. Поэтому, смотрите, мы сейчас выставим температуру какую-нибудь совершенно сумасшедшую. Минус 40 градусов. А когда он достигнет минус 40, нам просто задача заставить его работать сейчас постоянно. Все. Работай, дорогие. Один криминем. Немножко кремляемся. Где у нас салфетки? Где здесь? И так. Смотрите. Кто живет в Москве, можете сходить в парк Горького. Там около рыбного ресторана. Живет наша вот такая вот ванна. Замечательная. Мы все помним, да, о том, что там шоколад. Мы держим, темперируем его там и поддерживаем его температуру. А такая ванна туда уехала ради чего? Ради того, чтобы заниматься диббингом. Диббинг, товарищи, это слово никакого отношения к другим всяким разным не имеет. Это процесс, который, собственно говоря, предполагает окунание чего-то, куда-то. То есть слово диббинг, глубина, окунание и так далее. Так вот, что они там делают, эти товарищи, в парке Гурького? Они вот так вот садят три клубники, ну, условно, три, да, и делают там вот такие вот всякие вещи. Не темперированным шоколадным, самым обыкновенным. Дайте-ка мне вот тарелку сюда. Прямо над этой большой ванной. Их красивые, замечательные мальчики, одетые в поварские одежды, делают примерно вот так. Восторженные зрители пищат от радости. От чего-то они тут за выходные на килограмм стуны на шоколад съели. Вот. И вот так вот это отдается клиенту. Вы представляете, какая вкуснятина? Свежая клубника в тёмном шоколаде. Можно её ещё обсыпать. Например, первую ореховой крошкой, вторую вот так вот какой-нибудь штучкой ещё. штучку можно впряхивать, естественно. Вот. А третью, например, кокосовой штучкой. Вот. Трио. Всё. Этому можно пробовать. Причём, естественно, что там берётся просто одноразовая такая узенькая тарелка азиатская под шашлычки. И вот три клубнички. Да, сколько по весу интересно. Давай прикинем. три клубнички из шоколада, 100 грамм. 200 рублей. ещё карица потрясти. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Больняка. Что? Батарея. А, батарея солиться. Так, последнее, что мы сейчас вам покажем, перейдем к культурному перерыву, перерыв нам все равно нужен, пока охлаждается вещь замечательная. Карамельное яблоко. Мы, конечно, не такие профессионалы, как те, кто уже достиг в этом замечательных успехов, но нам сильно нравятся карамельные яблоки, причем из мягкой карамели. Что? Тарелку? Да. Так вот, что такое карамельные яблоки? Это тоже некий сосуд с подогреваемой карамелью. Карамель нужно нанести достаточно тонким слоем. Обычно его просто окунают, и холодное яблоко несколько раз повернули, и все, готово. А мы с вами сделаем вот так вот. Это наше демонстрационное такое домашнее задание, поэтому мы здесь не будем говорить о том, что у нас есть задача делать эти яблоки сотнями, вот так вот его окунаем. И так же они примерно окунают. Можете посмотреть, кстати говоря, сайт нашего друга, нашей подруги, которая называется Ла Карамела. Она делает эти карамельные яблоки лучшие в Москве. Если вы хотите карамельных яблок, обращайтесь к Ла Карамели и делайте сами. Все, убираем лишнюю карамель. Почему убирать надо лишнюю карамель? Потому что иначе она у нас вся стечет. Вот такой вот чудо-эксперимент. Красиво? Казалось бы, самое главное, знаете, в чем секрет красоты карамельных яблок? Потому что надо брать кислые и очень крупные красивые яблоки, карамель должна быть мягкой. Потому что если у вас карамель твердая, получается не так красиво. Давайте мы сделаем с вами вот такой вот десерт. Смотрите, окунем его в ореховую крошку, да? А попку куда? В какао? Давай в шоколадную стружку. Вот у нас будут шоколадные стружки. Вот так вот, да? Здесь еще потрясем маленький. Карамель достаточно быстро затвердевает. Вот такая красота. Сверху или прибор? Шоколадом. Шоколадом, точно. Естественно, товарищи, если мы делаем карамельные яблоки, да еще не дай бог на продажу, если мы берем шоколад для покрытия, лучше бы, конечно, у нас был с вами империрован, да? Здесь мы некое допущение вот такое сделаем. Нанесем шоколад. Не так красиво, конечно, как у Веры, но тоже замечательно. Вот. Ой, накрошили. Ну ладно. Вот такой карамельный яблок. Его, конечно, тоже можно поставить сейчас и быстро охладить. Влезет оно на место. И покажем, как разрезать. А тем временем, хочешь, умничку? Клубника наша, смотрите, шоколад же, он несмотря на то, что он не темперированный, да? Он же у нас не сидеет до тех пор, пока не остынет. Остывает, но, как известно, очень долго. Поэтому, если, например, в вашем парке центральном отдыха гуляют люди, готовы отдать 200 рублей за три красивых крупных клубники в шоколаде, держи, вот, то, верите, там очереди будут стоять. Хороший бизнес. Вкусно. Вот так. Главное, не жалеть шоколад. Можно, кстати говоря, ту же самую клубнику поливать и карамелью. Причем, если у вас промышленные масштабы, то, естественно, такие маленькие штучки вам не подойдут. А вот ванна, в которой постоянно разогрета градусов до 35, карамель. О, это карамельно-шоколадная клубника. Фантастика. Да? Пробуй. Ну что, села по 3-ка? Мы сейчас, нет? Еще есть время, да? Так вот, карамель, карамель. Здесь у нас минус 23 градуса. Видите, как быстро охлаждает? С нуля фактически дошел к минуту сутрек. Яблоко достанет нам. Как режут карамельные яблоки? Этому настольную общую, опять же, в меру. Сами бы вы, мы в жизни не догадались. Такой у нас пойдет? Такой лучше? Большой, наверное. Смотрите. Карамельное яблоко режут следующим образом. Нужно взять какие-нибудь длинные зубочистки. И дальше все это разрезается просто вот так вот элементарно. Смотрите. Раз. Да? Да. Не до конца прорезаем. Два. Потом берем зубочистку. Вставляем ее вот сюда. И вторую вот сюда. Отрезаем вот так вот. Раз. О. Ну, мы ж вот не волшебники. А только учимся. А, отрезал до конца. Ну да, был неправ. Увеличился. Вот так вот. Переверни, выпалыши. Ну, в общем, у нас, конечно, не получилось так красиво. Вот так положи. Но поверьте, опыт это дело наживное. Втыкаем. Да, втыкаем зубочистки. Конечно, если кто-то будет этим заниматься профессионально, через некоторое время у него будет это получаться с огромным изяществом. Ну, вот это вкусно. Самое главное, что это вкусно. Смотрите, замечательный литий десерт. Клубника, шоколад, яблоки, карамель. И, как самое главное, финишное, это мороженое. Получается вкусно, доступно. Обалденно. Пожалуйста. Существует множество рецептов карамельных яблок. При этом карамельные яблоки могут быть также и просто шоколадные. Ну, и точно такой же метод погружения яблок в шоколад дает тоже прекрасный результат. Но следует помнить, что карамельное яблоко хранится ну, неделю, да, в холодильнике. Неделю, да? Ну, две. Две недели. Ну, до двух недель в холодильнике. Вы можете упаковывать готовое карамельное яблоко в пакет, потому что карамель не прилипнет. Она через некоторое время, кстати говоря, становится более твердой, подсыхает, кристаллизуется и перестает стекать абсолютно, да? И, соответственно, вы получаете яблочко, с которого ничего не течет и не прилипает, потому что есть вот этот слой обсыпки. Можно упаковать в пакетик, завязать ленточкой. Вот такие штучки продаются, можно найти в магазинах. И смело шлепать на рыно. Ну, вот, собственно говоря, мы перевались. На некоторое время наш в морозильник заморозил мороженое. Вот оно стоит. Смотрите, как камень. Давайте стаканчики. Все, достаем, идем, смотрим, что получается. Так. Итак, напоминаю, что у нас здесь. Здесь у нас шоколадное мороженое. Смотрите, видите, как камень. Все заморожено до максимального состояния. Минус 25 градусов. Что мы делаем? Смотрим. Так, нам, наверное, нужно будет орелку взять для того, чтобы выложить и показать. и, наверное, пару ложек. Потому что ложки для мороженого у нас нет специальных. Мы будем выкладывать все сюда. Вот смотрите. Вот мы втыкаем в наш фризер. Так, это у нас были стаканчики такие, металлические. Вот они. Этот стакан предохранитель. То есть, мы втыкаем сюда вот этот стаканчик пластиковый, металлический стакан. Во-первых, он там не вращается, там стоят ограничители, вращающие вращения. Зажимаем. Включаем аппарат и нажимаем кнопку старт. Дверка предохраняет нас от контакта, если что-то случается. Если мы открываем дверку, аппарат автоматически блокируется и не дает дальше работать фризер. Таким образом, стакан поднимается, а нож на месте. То есть, нож вот в этом положении, видите, он постоянно опускается вглубь. То есть, нож зафиксирован, а поднимается сам стакан. Напомним, что масса насыщается воздухом за счет взбивания четырьмя ножами и одновременной подачи воздуха под давлением. И так мы с вами делаем шоколадное мороженое. Вообще, на будущее, смотрите, если делать мороженое, необходимо делать, конечно, с более светлых сортов в сторону шоколада. Это будет более правильно. Все, пошел вниз. В среднем, где-то, минуты с небольшим делается мороженое. Один стаканчик пробивается. Смотрим, что получилось. все, опускается. Вуаля. шоколадное мороженое. Дай посмотрю. Видите, шоколадное мороженое. Было вот столько в стаканчике, напоминаю, да? То есть, стаканчик был у нас заполнен меньше, чем наполовину. Вот. И вот, если вам видно, уровень поднялся вот на столько. Все, берем мороженое. Так как у нас с вами нет ложки для мороженого, мы выкладываем обычной ложкой. Вот такой получается крем. Можно заморозить еще сильнее, тогда, соответственно, температура крема будет меньше. Будет все гораздо более менее текучее, да? То есть, полностью сколько получается мороженого, мы сейчас с вами посмотрим. Весь стаканчик вкладываем. Давайте я выложу весь стаканчик, да, действительно. Вот такой вот объем мороженого у нас получился. Ложкой для мороженого можно выложить значительно красивее. Отлично. Следующее. Что у нас интересного? Это карамельное с клубникой. Вы помните, да, мы замораживали клубнику, твердокаменный стакан, ставим. Там, конечно, нож, смотрите, в принципе, есть режим клин, да? Это когда стаканчик заполняется водой, пустой, ставится, и нож опускается в воду, и немножко там пробалтывается. Можно почистить нож таким образом. Но самое простое, при открытой дверке, слышите, нож зафиксирован, его можно просто снять, открутить вот так вот, и прикрутить, помыть, прикрутить чистый нож. В комплекте с прибором идут два ножа, так что, в принципе, их можно менять. Клубничное мороженое делаем. Посмотри, помнишь, мы вчера с тобой говорили, зачем взбивать в стаканчике. Видишь, на дне осталось совсем маленько шоколада. Это просто неразмешанный шоколад. То есть, если бы я размешал его получше, да, вот на дне коричневое. Нож не доходит до дна миллиметра два. не, шоколад остался на дне неразмешанный. Если бы было все размешано, на дне осталось бы мороженое, вот это, да, крем, а остался шоколад. Это я просто не до конца размешал. Там его совсем чуть-чуть, буквально может быть грамм. Или полграмма даже. Размазано по стеночкам. Нож фазирует четко стаканчиками доходя где-то до полмиллиметра. Есть еще кнопка Fast. Помимо кнопки Clean очистки, да, есть кнопка Fast. Кнопка Reset просто останавливает процесс, опускает стаканчик назад. Кнопка Fast это тогда, когда, например, необходимо ароматизировать мороженое предположим, коньяком. Мы проходим на кнопке Start сначала, потом добавляем пару чайных ложек коньяка и проходим на кнопке Fast. Fast это он быстро так насыщает. То есть, так как у нас уже мороженое пробито, да, мороженое мягкое, то на кнопке Fast скорость движения стакана просто увеличивается. Вот таким вот образом, видите, это мороженое у нас другую консистенцию имеет. Смотрим, берем чистую ложку, что у нас с вами получилось. У нас с вами получилось клубничное мороженое. Тоже большого объема. Достигло большего, чем было в начале. Вот, видите, вот так вот. Можно, в принципе, уже подавать клиентам. Запах обалденный. Запах, конечно, потрясающий. Ну, нет у нас ложки для мороженого, но зато есть ложка вот такая. Вот, кстати говоря, к вопросу о том, зачем было пробить клубнику предварительно, да, потому что, видишь, мы ставим не очень равномерно, это из-за того, что клубника. Это, в принципе, исправляется. Исправляется просто, мы второй раз ставим стаканчик, да, и пробиваем на фасте. Ну вот. Давай сейчас два раза сделай. Божественно. Теперь с сублиматами, смотрите. У нас с сублиматами, да, давайте помоем нож, покажем технику мойки ножа. Возьмем воду из чайника, чуть-чуть черканьку, немножко, треть стакана, даже много. Налел, вот столько, совсем чуть-чуть. Ставим. Моем. В данном случае много мороженого у нас там налито, вот мы прям видим, что его много. Ну, давайте для примера помоем. Нажимаем кнопку клин. Идет прижим. Там сейчас создается водяной вихрь, и в этом вихрь смывается все, что есть теплой водой. доходит почти до конца. 2000 оборотов в минуту это очень много. Вращается очень быстро. Видите, он несколько раз его промывает вот таким вот образом. Все, и опускает. Сейчас мы будем делать черничное мороженое. То есть, за полторы минуты, понимаете, вкуснейшее мороженое. Ручной работы мы с вами сами его вчера сварили из супер натуральных ингредиентов. При том, что когда мороженое сделано сразу при клиенте, это просто поражает. Аппарат небольшой, не такой шумный. Можно поставить в бар и делать мороженое прямо то же. Процесс приготовления мороженого, видите, вот он почистил, то есть вот этот стаканчик мы отправляем в мойку, этот заряжаем. Процесс приготовления мороженого в данном случае напоминает процесс приготовления кофе и не занимает больше времени, чем полностью автоматический процесс. Аппарат тяжелый, сделан из профессиональной стали, профессионально внутри все сделано качественно. Вы разбирали, его смотрели, есть чему позавидовать. Итальянцы в данном случае сделали все очень здорово. Что еще можно сделать? Ага, что еще можно делать? На этой штуковине можно делать все, что угодно предварительно заморозить. Можно делать супы, крем-супы. Соответственно, если мы варим суп из шампиньонов, сливков или какой-нибудь луковый суп, мы прекрасно получаем замечательный потом свеженький суп, разливаем, также точно замораживаем, храним просто в морозилке. Клиент приходит, мы ничего уже не варим, соответственно, достаем стаканчик, разогреваем, в общем, запробиваем, получаем готовый суп, выкладываем из стаканчика или прямо в стаканчике разогреваем микроволновую печи, подаем в тарелку, потом, соответственно, украшаем, декорируем, добавляем сметанки, подаем, очень вкусно. И соусы, соусы великолепные. Вообще, вместе с этой штуковиной идет 50 рецептов, очень хорошо работает молекулярная кухня, можно взбивать положим различные совершенно необычные вещи, вот такое муссовое состояние. Это у нас с вами черничный на сублиматах. Черничное мороженое на сублиматах, смотрите, ах, какая прелесть. Красота. Вот, вот такая вот чудо-песня. Видите, в стаканчике почти ничего не остается. Не видно. Не видно? Ну, вот так вот давай. Вот так видно, да? Вот, вот, в принципе, смотрите, большая порция мороженого. Могу сказать одно, это вкусно и очень чернично. Итак, у нас, в принципе, осталось карамельное мороженое. Вон там же карамель. И какое у нас еще было? У нас было карамельное, еще что-то светлое было. Не помню, что мы делали? Только что ведь делали. Ну, вспоминай. А, когда заморожено, аромата, конечно, не чувствуется. Давай пробивай, узнаем. Опытным путем. Хорошо. Пока мы ждали, когда оно замерзнет, уже забыли, что делать. Все. можно также делать сорбеты различные, то есть не обязательно работать с молоком, можно просто замораживать лед, можно делать различные добавки коктейлей, предположим, заморозить кока-колу, и, соответственно, получить кококольный лед и добавлять его в алкогольные коктейли. Понимаете, самое главное, уловите суть. Коктейль должен быть глубоко заморожен, и тогда он превращается либо в мелкую ледяную крошку, либо в взбитый мусс. Это и есть самое главное. Можно, в принципе, заморозить шоколад. Кстати, замороженный шоколад точно так же будет пробит и превращен в шоколадную крошку. Факт. Вот шоколадная крошка, чудесная. Можно просто, кстати, даже не замораживать, просто остудить шоколад до твердого состояния в стаканчике и вот так вот получить шоколадную крошку. Надо бы попробовать. В комплекте с аппаратом, как я говорил, идет книга 50 рецептов от лучших итальянских шеф-поваров с использованием вот этого вот прибора. Берем лоскут. Итак, мороженое номер 4. Получилось более жидкое почему-то. Видимо, стаканчик уже у нас согрелся. Чем глубже вы заморозите исходный продукт, тем более стабильным будет результат. Может быть, не то, что он подтаял, может быть, конечно, у нас. Но, видите, тем не менее, вот мы с вами говорили много о стабильности в предыдущих выпусках шоколадной пятницы. Смотрите, глубокая заморозка ведь не тает. Оно стоит здесь тепло, да, и не тает. То есть мороженое у нас с вами в достаточной степени закаленное. Оно было закаленное с самого начала. Что за вкус? Не узнаешь у грибы? Нет. Знаешь, похоже просто на пломбир. Вот просто чистый пломбир. Что-то мы добавили, видимо, но мало. Надо пересмотреть, что добавляли. Да. Итак, последнее мороженое карамельное. Ну, пломбир. Нет, чем-то здесь какой-то аромат. Мусс получается гладкий, блестящий. Особенно красиво выглядит эмульсия, которую мы делали с шоколадом. Смотрите, она более стабильна за счет присутствия масла какао, да? глянцевая, красивая и совершенно не тает. Ну что? А это не карамель? А там что-то Сейчас попробую. Неси ложку. Несу. Очень вкусное мороженое получается с сыром. То есть, понимаете, вот, или вы там держите целую морозилку в своем ресторане под Баскинг-Роббинс, или вы забиваете его, предположим, такими стаканчиками. Стаканчики продаются отдельно, в комплекте идет 50 штук. В комплекте с этой штукой идут стаканчики, потому что тут 10, но можно докупать. Стаканчик стоит в среднем где-то около 100 рублей. А, ореховое! Вот это вот карамельное, которое мы сделали, да, потому что мало карамели добавили. А это у нас пролине вот такого темного цвета замечательного. Смотрим, да? Точно. Вот это вот мороженое пролине. Тоже за счет, смотрите, прямо вот это получилось очень стабильное мороженое. За счет высокого содержания орехов, орехового жира, точнее сказать. Видите, получилось какое? Совершенно все разное. Все совершенно разное мороженое получилось. В общем, что я вам хочу сказать? Этот прибор открывает вам огромную сферу для экспериментов. Вы можете делать на нем совершенно все, что угодно. Да, это ореховое. Совершенно точно. Вкусно. Нельзя работать в шоколаде и не быть сладкоежкой. С яблоком, смотрите, мы пришли к выводу вчера, что колебаутовскую карамель, вот она, напоминаю, в нашем приборе для подогрева. Кстати, приборчик замечательный, можно поставить его также в заведении и небольшими порциями, то есть не такую ванну прямо ставить, а небольшой приборчик, стоит в районе 5000, ставить его и делать, прямо приклеить десерты, поливая вот так вот прямо на тарелку, выкладываем фрукты, поливаем карамелью, шоколадом или двумя видами шоколада. Так вот, мы пристали к выводу, что колебаутская карамель не совсем подходит для яблок, как мы видим, она почти вся стекла, то есть мы сделали яблоко отдельное и у нас вся карамель оказалась внизу. То есть для того, чтобы заниматься покрытием десертов, вот эта карамель отличная, но для яблок нужно варить другую, эта карамель в классическом рецепте состоит из глюкозы, патоки и сгущенки, все это уваривается в кремоварке или еще в чем-нибудь и получается карамель, нам просто нужен более густой ее вариант. Пойдем погуляем по залу. Мы хотим показать вам один замечательный прибор, вот он, видно, называется жироуловитель. Смотрите, если у вас идет работа с шоколадом, у вас наверняка есть мойка, если у вас есть мойка, под мойкой есть соответственно система труб и куда-то все это уходит. Раз в три месяца в шоколадье, где, ну не каждый день идут мастер-классы, мы чистим трубы. Я вам скажу, занятие не из приятных. Есть такие замечательные ребята, которые изобрели и произвели вот такую коробку с резиновым уплотнителем, называется это жироуловитель. Вход и выход. Вот эту коробку, ну ты не открывай всех секретов-то, в общем, если вы видели пылесосы с вихревыми циклонами и так далее, в общем, эта коробка представляет из себя система перетоков, которая, собственно говоря, отличает за жироулавливающий процесс. Так вот, если сюда входит вода, насыщенная шоколадом, отсюда выходит уже более-менее чистый вариант. Подключаем гибкими шлангами вот эту штуку в систему под мойку, под раковину и весь жир остается здесь. Поверьте мне, почистить вот такую коробку раз в три месяца гораздо проще, чем чистить все трубы от налета толщиной палец. Тем более, потом в трубах еще и пахнет не очень культурно. Так. Также мы вам хотели показать сегодня вот наши первые эксперименты по поводу шоколада с сублиматами. Вот так вот выглядят уже готовые плитки, клубничные и сделали еще замечательный шоколад темный с апельсином. Очень вкусно. Вот, как мы говорили, все очень просто. В принципе, очень душевно. Люди приходят уже по второму, по третьему разу, покупают у нас вот эти замечательные плиточки, потому что вкус выше всяких похвал. Еще одна новинка. Смотрите. Коробки для конфет. Вот такие вот коробочки. Мы гордимся тем, что это российское производство. Делают наши партнеры. Закрой. Вот такая коробка. Вот так вот это выглядит. Ну что, что, давай. Ты рукой закрываешь. Смотрите, да. Очень-очень-очень дорогая бумага, качественная. Открываем. Там готовые ячейки. У нас будет много вариантов таких коробок. Совершенно различных. Сейчас мы получили первые партии. При этом по цене эта упаковка, как правило, в магазинах, где продают конфеты ручной работы, стоит отдельных денег. Поэтому имейте в виду, что при больших тиражах, естественно, на скидке действуют, как всегда. Вот так вот выглядит еще один вариант этой коробки. Другой, да. То есть вот кондитерский такой. Такая прокладочка. И вот такая коробочка. Коробочка сделана из жесткого картона. Даже это не картон, скорее прессованное дерево. Есть варианты золотые, белые, коричневые и так далее. Дорогая классная коробка. Можно наносить логотип шелкографии. То есть вы можете смело использовать вот это в качестве презентов, в качестве сувенирной продукции. Коробки под 6 конфет, под 8 конфет и так далее. В больших количествах ленточки у нас теперь есть атласные. А также скоро мы будем готовы предложить вам вариант этой ленты с нанесением. С минимальными тиражами. То есть не нужно покупать 3 километра. Можно взять гораздо меньше, нанести ваш логотип на ленту и мы все сможем это для вас делать. Пойдем. Ну, по книге мы уже рассказывали. Что еще интересно у нас есть? Новая тертая. А, ребята, у нас есть какао тертая Скотт Дейвуара. Нетемперированная тертая. Правильно оказалось, понимаете, что какао тертая всегда хранят в нетемперированном виде. Почему? Потому что если тертая темперированная, то его надо делать в плитках, как у лукера. Вот так вот. А если тертое или масло наливное, то его хранят, как правило, не темперируя. Почему? Потому что оно имеет гораздо более рыхлую структуру. Его проще колоть, резать, потому что темперированное, тертое. Нож не выткнешь за просто так. Очень жесткое. Плитки новые. Мы стали каким-то там платиновым дилером компании iPlate и у нас понижение цен на плитки. Скажем еще одну, но, пожалуй, не самую приятную новость. Все знают, что на этой неделе, что у нас начало лета, резко подорожал доллар и евро. Вот, чего-то там получилось с 29 до 30 почти 4 рублей. Поэтому всех нас ждет небольшое колебание цен. Как раз сегодня мы этим занимаемся. Я думаю, что для автовиков мы постараемся цену удержать в любом случае на минимально возможных позициях. Так что, ребят, не переживайте. Но, если дальше курс не упадет, рано или поздно, увы, товар импортный подорожает. Надо выращивать шоколад в России. Все, всем пока. Мороженое мы вам показали. Самым нестабильным оказалось карамельное, самым стабильным ореховое. Всех с наступившими летними хорошей погоды. Удачи. Пока.